Всем привет! Сегодня у нас история от подписчицы. Сейчас я зачитаю ее письмо, дадим рекомендации. Подведем его в комментариях. Я буду где-то, может быть, в письме останавливаться и что-то сразу комментировать. Давайте приступим. Здравствуйте, Галина наткнулась на ваш канал. Недавно решила поделиться своей историей. Начну немного с предыстории. Мне 23 года, я из полной счастливой семьи. Единственный ребенок. Мой папа заболел раком 2 года назад, а год назад умер. У нас была особенная связь отца и дочери. Я знаю, что я до сих пор травмированный внутри человек. И, наверное, поэтому тянусь к мужчинам намного старше меня. Моя история такова. После смерти отца жить стало невыносимо. Денег стало еле-еле хватать. Мама подрабатывала продавцом. Я, несмотря на высшее образование и работу, найти здесь так и не смогла. Я с детства занималась танцами. Поэтому, наткнувшись на объявление о работе в Турции, в Анкаре, заинтересовалась. Я получила рабочую визу в консульстве в Москве. Поехала в составе шоу-балета на работу. Турецкий клуб «Газино» в город Анкара. Я не знаю, слышали ли вы об этом, о специфике данной работы. В общем, помимо нашего шоу в течение ночи любой посетитель клуба мог выбрать меня, платить мне подарок. Я не пила алкоголь. И общаться со мной в течение 30 минут или 1 час. Это называется консумация. Да, вроде бы звучит все невинно. Мужчина просто проявляет симпатию, платит за твой напиток. А потом ты получаешь деньги за это. Но на самом деле, мне оказалось, что это пассивная проституция. Ведь любой мужчина может прийти просто невменяемым под алкоголем или наркотиками и начать тебя, например, лапать. А персоналу клуба все равно. Лишь бы платили деньги. Так вот. Ответов пока на них нет. И что догадываться-то будем, да, мы рассуждать. Мы этого не знаем. Надо у него спрашивать. Почему и как. Сразу, что я здесь вижу. Первое, что вы отмечаете про папу. Я вам соболезную. Это вы до сих пор не пережили утрату. И папа для вас был опором всей вашей семьи, как я понимаю. И вашей маминой. Короче, он ваше все было. И вы остались без главного стержня. Вашей семье я бы так назвала. Не защитить никогда это все. Понятно. Стержень семьи. Опора. Может быть, у вас с мамой не очень отношения хорошие. Я не спорю. Но очень часто. Я просто предвожу примеры неправо с частности. Что очень часто, если в семье уходит какой-то член семьи один. Опористый такой опора. То очень часто всплывают недопонимания проблемы в отношениях у других людей в семье. Членов семьи между собой. То есть, условно, этот человек был скрепляющим, гасящим какие-то конфликты и так далее, так далее, так далее. То есть, медиатором определенным в отношениях других членов семьи между собой. И вот тогда проблемы возникают, когда человек не становится. Люди понимают, что, блин, а у меня, оказывается, были проблемы с вот этим другим членом семьи. Вот это еще труднее и сложнее. Два года прошло. То есть, год назад он вообще умер. Ну, два года как с болезнью. Это все равно страдание, утрата, рак. Тем более, вы понимали, с чему все это идет. Вообще, ну, на самом деле, это три года минимум. Это острое состояние боли, принятие, там, почитайте в интернете, принятие, ухода близкого человека, родного и так далее. Вообще, это три года минимум острых чувств. Только через три года примерно, ну, может быть, меньше, но в норме я про нормы говорю. Где-то через три года только ты можешь говорить о человеке в прошедшем времени, не ждать, например, его домой. Не слышать его шагов, не ощущать его запаха и так далее. То есть, принять то, что человека уже не вернуть, он не вернется, и как бы он где-то там, где-то никогда его уж не увидишь. Это происходит в течение трех лет. Психика какая-то привыкает, осознает, начинает жить по-другому и так далее. Вы вообще, год назад это произошло. То есть, ваше состояние абсолютно объяснимо, нормальное. Я вам сочувствую, ну, что поделать. Я сразу, я от папы была зависима. Я в состоянии, сразу говорю, ребенка, девочки зависимые. Я в поисках другого папы. Я изначально попадаю в ситуацию, которая меня подвергает опасности. Может быть, да, я не понимала, куда я, допустим, еду, что какие-то издержки этой работы есть. Скорее всего, вы это понимали, но не придавали огромного значения и страха этому. Они думали, что морально это не потянете и так далее. То есть, не рассчитали риски, тяжесть происходящего. То есть, изначально это уже ситуация, в которой я буду в опасности. Мне нужен спаситель. И он тут же появляется, этот мужчина. То есть, ему надо спасать. А вам нужен защитник. На самом деле, вы еще в поиске своего папы нового. Вам нужен папа. То есть, это отношение, сразу говорю, не читая дальше, ребенка и взрослого. А ему надо быть героем, спасителем. Это про вопрос про славянок меня очень интересует, почему ему нравятся славянки. Ну, окей. Он ходил по таким разным заведениям один-два раза в месяц. Он выплатил мой кредит за билеты клубу и снял мне жилье уже через две недели. Чистые, прямо вот на коне. Только коня, короче, белого не хватает под ним. В нем я увидела своего спасителя, возможно, папу. Да невозможно, а так и есть. Ему 40 лет. Так, а вам там 23, вроде бы, да, года. Бизнесмен. Сказал, что был женат, но развелся. Есть ребенок, который живет в его родном городе в Кайсере. Жили мы по такому графику. Неделю-будню он со мной, на выходные отъезжал в родной город к сыну. Смотрите, я сразу, давайте здесь в комментарии дам. 40 лет бизнесмен. 40 лет – это средний возраст. В Турции, тем более, очень часто женятся там. Ну, сейчас, окей, наши поколения, это там типа а-ля около 30 лет. К 30-35 рожают детей. Ну, в крупных городах, в Стамбуле, например, там они просто о образовании, о деньгах, о карьере думают, да. Они просто там как бы детей нарожают, короче, и так далее. Там, мой бог, как-то прокормят или родители помогут. Я про уровень, когда же, да, среднежизненный. Так вот, ему 40 лет. Он разведен. Есть ребенок, окей. Вопросик возникает. Почему он еще не занят был славянской, какой-нибудь даже славянской женой, турчанкой? Почему он был свободен? Вот это походы раз-два в неделю в клуб. Ну, ему нравилась вот эта свободная, легкая жизнь, неоприменение какое-то. Ему хочется быть героем-спасителем, властвовать, быть доминантом где-то над женщиной. Короче, быть которому, заглядывают в рот. И это я вам сразу говорю. И вот эта история, может сказать, ну, чего мужик ходит, расслабляется, тогда я ничем не обязан. Это нездоровая история на самом-то деле. Не обременять себя отношениями. Ну, есть какие-то страхи отношений, какие-то проблемка с противоположным полом есть. Он попробовал, попытался, развелся. И вот такими набегами, налетами еще славянские женщины. Знаете, славянские женщины тоже разные есть, да. А, например, есть властные, которые что-то себе требуют. И такие похлеще чем-то щенки будут гайки закручивать. Но ему такие нравятся. Или ему нравятся славянские женщины, которых надо спасать. Которые, например, на консумации находятся, да. Или которые в каком-то этом бедственном положении. И так далее, и так далее. То есть ему-то надо слабенькую женщину, перед которым он может быть героем. С родителями не знакомил. Они такие же проживают в его родном городе. С друзьями из Инкары познакомил. Ну, это плюсик. Ну, с родителем-то иди. Что он скажет? Она консумацией занималась в клубах. В Турции это равно проституция. Ты не будешь объяснять, что... Ой, знаете, тут спать не приходилось. Просто со мной тут общались. Это одинаково. В принципе, работать в ночном клубе, оголять части тела, это не про скриптиз там, типа, условно, даже танец живота. Да, даже условно танец живота в светской семье. Это неприемлемое занятие, неприемлемый заработок. Если вы живете в Турции или были в Турции, не в отелях. Я про есть рестораны, питейные заведения. Это очень круто, когда считается, когда в ресторане там танцовщицу приглашают, платят деньги, это выступление, это концерт. У нее, кстати, есть всегда... Я называю это папик, директор, менеджер. Назовите, как хотите. Вы обратите внимание, если это в светском где-то обществе, в ресторанах, где бухают, где есть алкоголь, говорю, как есть. На каких-то даже там, ну, не прям цветы, не светские мероприятия. Ну, короче, даже публика такая высокого класса будет. Эти танец живота, это не национальная тема, но это такая легкая жизнь, скажем так. Это дорого стоит, когда есть деньги, которым швыряются. Условно, да. В Дубае бабки расшвыривают вот так. Когда в Турции заказывают танцовщицу в дорогом костюме, который она прелестями своими трясет и так далее, ей в лифчик и в трусы запихивают деньги, банкнот, наличку. Так вот, вы обращали внимание, что очень часто эти женщины с вот этой вот повязочкой на лице, а-ля, типа, из, как скажем, короче, паранжи назовем, да, то есть она не показывает лицо, она скрывается. Это непочетная работа танец живота, вот если что, чтобы вы понимали в обществе, да, и парень не может познакомиться с девушкой, прийти к своим родителям, допустим, мама там врач, папа там, не знаю, учитель или там адвокат, например, скажет, а вот моя девушка зарабатывает танцами живота, и у папы с мамой культурно так вот, а-а-а-а. Вот такая реакция будет, вот чтобы вы понимали, вот в Турции, в обществе, что на эту тему. И слово консумация и работа в ночном клубе, они могут понять директор ночного клуба, да, но кто работает в такой сфере, это у них все это равно проституция, это все доступ к делу, ты объясняй, не объясняй, что ты там делаешь, не важно, для них это все одно. Поэтому он с родителями не может познакомить, не может привести, сказать о чем-то, это все понятно сразу. Либо ему придется просто врать, вам придумывать историю, как он с вами там познакомился и так далее. Ну, я думаю, что в родителях где-то в курсе его похождения и как-то понимают, папа, может сказать, папа такой обычно знает и так далее. Пример его бывшие отношения, развод. И они не поверят в его историю, что вы там каким-то образом иностранка, оказавшаяся в Турции, и он типа с вами на улицу шел и познакомился. Мало в это верится. Короче, дальше. В принципе, он меня не скрывал от общества, ходили всегда в рестораны, гуляли, проводили время вместе. Я делала наши совместные фотографии, выставляла в соцсети, а он вот нет. Но это не было для меня проблемой. Проблема была в том, что он просто не хотел, чтобы я ассимилировалась в обществе. Ну, чтобы с вами не прирастать, ничем не обременять себя, ему нужны легкие отношения, когда он может в любой момент там условно аннулировать визу, пинком под зад, и когда ему что-то не надо. На самом деле это страх отношений, скорее всего, быть в сближении и так далее. И вот это вот, то, что он мне не выставлял фотки наши в Инстаграме, а я это делала, для меня была не проблема. Вот тогда это должно было быть для вас проблемой. Это был вам сигнал, что он не хочет обременять со мной, не хочет демонстрировать. Да, мы ходим по кафешкам. Дело не в кафешках, может, он не разведен, он, скорее всего, разведен официально и прочее. Человек такой, говорит о том, что он создает вам определенную иллюзию, он хочет быть героем, вы ему нужны для закрытия потребностей героев своего. Но не для официальной жизни, рождения детей. У него уже ребенок есть, он уже этого понюхал пороха, уже не хочет. Дальше. Он не хотел, чтобы я шла на курсы турецкого, не хотел обращаться к адвокату, чтобы он помог нам сделать ВНЖ, сказал, что сами сделаем. Даже поселил в закрытый лофт с охраны, где, выходя и приходя, охрана с пропускного пункта звонила ему, он знал о всех моих передвижениях. Спустя три месяца я поняла, что что-то не так. Я постоянно спрашивала его, ну как там мои документы, ведь я уже понимала, что туристический скоро срок прошел, меня могут просто депортировать. Он постоянно кормил завтраками. Это было странно для меня, ведь услуги адвоката не такие дорогие в сравнении с тем, что он полностью меня обеспечивает. Подарил новый айфон, собаку. В конце концов, спустя восемь месяцев, мы все-таки сходили в миграционку, и через неделю получила я отказ. Я должна была покинуть страну, через 10 минут, кстати, странно, что сейчас отказ за что-то. А, туристический вид на жительство, потому что он вам не хотел. Понятно, короче. Окей, потому что были нарушены сроки, понятно. Я вернусь к самим отношениям. Это всегда была больная тема с моей стороны. Я увидела в нем спасителя, готова была сделать абсолютно все для его счастья. Я даже сделала татуировку с его инициалами. Как он уезжал, я просто физически вздыхалась без него. В итоге, после сильнейшей истерики с его стороны и клятв о любви, он купил мне и собаке билет, оплатил мой штраф и пообещал вернуть меня через два месяца. Он сказал, что именно такой срок не въезда в Турцию мне грозит. Я уже месяц нахожусь в России в глубочайшей депрессии. Абсолютно ничего не радует, даже встреча с близкими после долгой разлуки. Когда я спросила его прямо, почему мы не можем пожениться, если любим друг друга, он сказал, что его семья никогда не примет меня, идти против них он не может. Вот вам и ответ. Просто принимайте, что вам говорит человек. Это было так странно, ведь он обеспечивает всех их. Почему взрослый мужчина слушается родителей? Ответ очень простой. Репутация. И вы, к сожалению, мне это не очень неприятно, говорит, но как есть, он не может сказать о вашем прошлом, чем вы занимались. И ему, скорее всего, не поверят. И это очень много объяснений. И не то ли дело не в родителях, а во всей его огромной семье. Я больше скажу, хоть он всех там обеспечивает, для него важно вот это одобрение родителей. Он зависим от них, от своей семьи, от своей большой родни и так далее. В общем, он выбирает их, а не вас. В конечном итоге он предложил мне сожительство, которое было у нас до этого. Я всем сердцем чувствую какой-то обман с его стороны, но и любовь свою бросить не могу. Хочется услышать ваше мнение, взгляд со стороны заранее. Спасибо. А еще я упустила важный момент. Он показывал мне решение суда о разводе и алиментах. То есть в этом сомнений у меня нет. От этого еще более мне непонятно, что за страх такого взрослого дядьки и неприятия его семьей. Дело не в семье, а точнее в нем. То есть вы не одна. На вашем месте могла быть любая, как он любит славянских женщин. Когда он ходит по клубу, он там кого-то спасает, скорее всего. Вы не первая. Потому что близкие родственники, я еще раз повторюсь, на последних курсах о его качествах определенных, о его поведении. Надо узнать, почему у него был развод. Вы об этом-то узнаваете. Вы о нем мало что знаете, заметьте. Мало тут еще рассказано именно о нем, как о личности, о характере, что там у него внутри, в голове. Он в семье не делится, он очень закрытый. Он к себе не подпускает. Проблема. Семья, скорее всего, даже больше отговорок. Когда хотят, там разводится, все прочее. Родители не слушают, или женятся родители, не слушают. Нет желания. И он через вас закрывает свою потребность быть героем. Давайте уж просто про вас. Вы вцепились в него, потому что ваш спаситель взамен на вашего папы. Он стал вашим папиком. Давайте как есть. Вы у него на содержании. Но при этом вы хотите еще любви, отношений и развития отношений. Он вам этого давать не хочет, потому что он хочет прикипать к вам душой, впускать любовь и так далее. Поэтому он хочет оставаться его условием на условиях папика. Вопрос к вам. Вам этого достаточно? Да, да, нет, нет. Если мне этого недостаточно, я хочу любви, родить ребенка, семью, потому что у вас возраст, самый принцмак, вообще вы на него тратите, то тогда я остаюсь только вот в состоянии сожительницы. Может быть, там какой-то любовницы. Да, я даваю себе отчет, что я женой не стану. Больно, неприятно, но давайте смотреть правде в глаза. Если меня это устраивает, я на это готова, я возвращаюсь к нему в Турцию. Еще не факт, что вы вернетесь, два месяца может пройти, он сейчас будет оттягивать и вообще в итоге расстаться. Вот я вас к этому хочу подготовить. Понимаете, этого тоже может это быть. Он может быть так, скажем так, и не специально затянул свой джем, понял, что прикипаем, все становится более серьезным, сейчас она просрочит, ее депорт и поставят. Все, пожалуйста, она выехала, а тут чум, билет не покупает, и все пообещал, да-да-да, до свидания, все, дверь закрыта. Может быть такое. Я надеюсь, что так не будет, он вам не причинит такую боль, но очень на это похоже. Если вы видели документ о разводе, алиментах, все понятно, я уверена, да, он разведен, у него проблемы с приближением, с доверием, он хочет гулять, тусоваться, ему надо спасать, он, понимаете, он вас спас, ему стало неинтересно. Всегда подстраиваться, быть жертвой под такого мужика, ну это же игра, это не отношения, это игра, это роли, они рано или поздно надоедают, роли меняются, или иногда наступает время, ну допустим, типа хотя бы 35-40 годам у вас, ваше мнение, я имею в виду ему попозже, когда надоест играть, надоест подстраиваться, быть жертвой, или еще хочется просто расслабить, назовем так булки, иметь семью спокойную, детей, радоваться жизни, а вам придется с таким человеком постоянно создавать ему геройские ситуации, где вас надо спасать. И со временем вы будете меняться, взрослеть, у вас появятся свои, ну не интересы, а желания определенные, развиваться, образование другое, вы еще какой-нибудь захотите, реализация в карьере, что-то застигать вам к 30-ке ближе, вам захочется результатов своей жизни, которые вы будете пытаться себя где-то реализовать, пристроиться, чем-то заниматься, что-то делать, короче, чтобы результат своего труда и себя как личности. Так вот, вам не захочет это давать, это не роль жертвы или роль содержанки, ваша роль будет тоже меняться, ему это не понравится, он не будет вам давать этого развития. Это я к чему рассказываю, что такие отношения, но сейчас окей, через 2-3 года уже не перспективны для вас. Его интерес быть спасателем, спасителем, все. Вы, его женщина к себе притянет, заинтересует, когда ее надо спасать, дальше ничего не надо, потому что он осознанно не идет на сближение, а отдаляет. У него в этом проблемки. Я разложила как есть, я не хочу вам обманывать, что-то придумывать вам, обнадеживать и так далее. Лучше горькая правда, правильно? Предупрежден вооружен. Сидите сейчас этих двух месяцев, смотрите, поедете вы обратно в Турцию или нет. Если вы поедете туда, допустим, если здесь такой шанс, это такой лучик надежды, что он возвращает меня, то тогда обговаривайте. Ну, а что обговаривать? Он уже сказал, по сути. Не жди от меня свадьбу, ничего не смейся. Не поставишь ты никаких условий, потому что условия поставили тебе. Если ты возвращаешься туда, это говорит о том, что ты принимаешь роль содержанки без реализации семейности какой-то, без замужества. Готовься к этому. Тут все. Можно ли перерасти из девушки на содержание в позицию жены? Да, можно. Нужно время. Нужен подход, разговаривать с человеком. Если он захочет и так далее. То есть это долгая история вообще. А у вас она только началась, она уже продлилась 3-4 месяца. Короче говоря, только начало. Времени прошло. Еще мало покажет время. Но оно надо вообще или нет? Вот о чем нужно задуматься. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, это видео было вам полезным. Пишите в комментариях, чтобы бы девушке посоветовали. Я вам советую пережить утрату своего папы и создать здоровые отношения. Не поиск и замена папы, героя и спасителя, а здоровые партнерские отношения. Потому что вам 23 года. У вас только начало. И вас еще в запасе целых примерно 10 лет на реализацию себя, на счастливую жизнь, на самодостаточную, на развитие себя, не обременять себя ни каким ненужным скарпом, короче, багажом. Короче, у вас время для опыта. Да распорядитесь, пожалуйста, этим временем правильно. Пусть вам будет просто хорошо. Если кому-то нужна моя помощь как психолога, консультация на почту, она в инфобоксе под видео. Напишите мне консультацию. Я вышлю всю информацию. Встретимся с вами в скайпе. Спасибо за внимание, что ставите лайки. Подписывайтесь на канал, комментарии пишите мне. Это очень приятно. Спасибо за активность. Всем пока.